всех приветствую сегодня немножко хочу поговорить о соде может быть кому-то что-то и пригодится в общем некоторые тут наблюдение у меня есть недавно я сварочным аппаратом мы с другом работали в общем он подварил а я потом схватился и ожог палец волдырь сразу практически соскочил там буквально через минут 15 доделали мы то что хотели это прошло примерно час-полтора плюс дорога домой ну где-то полтора-два часа примерно точно не могу сказать приехал я домой этот волдырь такой большой я вспомнил про пищевую соду давно это слышал но это не доводилось попробовать взял каплю или две на эту шишку капнул воды засыпал пищевой соды и клейко пластырем вам суда этот середине с бинтик клейко пластырь и есть им обмотал заклеил и забыл где-то на работе уже прошло как минимум три часа или четыре часа я это дело вспомнил снял волдыря уже нету ну вообще сегодня речь не о том вообще-то о спине я хотел рассказать но дело в том что это предыстория в общем то когда я снял этот пластырь я увидел что шишки нету волдыря этого и в общем то на утро соответственно я забыл и совсем забыл в общем прошло пару недель и я тут железо натягался у меня левая сторона спины заболела я тут сижу как раз вот в этом кресле сел за компьютер как обычно и в общем беспокоит я что-то на палец посмотрел смотрю а у меня тут кожа слазит но я начал дергать ее потихоньку взял маленькие ножнички и потихоньку начал это и потом вспомнил блин у меня же тут волдырь был это оказывается там уже выросла новая полностью кожа и вот это которая волдырь старая начала потихонечку облазить трудно его мне на мысль раз вот такая регенерация происходит отличная получается вот эта жидкость когда я приложил соду течение где-то четырех часов она находилась сода необходимость в этой жидкости отпала и тут непроизвольно конечно когда болит спина мысль такая посещает а чего бы не попробовать на спину я конечно не могу утверждать что это именно меня спина прошла от пищевой соды может быть как раз она у меня так вот до такого уровня дошла до своего пика там по пару дней один день слабо болела на второй день к вечеру она разболелась уже так прилично ну короче я решил попробовать почему нет взял как вот с перекисью водорода я делал обычно немножко другой процесс ну почти тоже самое также взял кусок полиэтилена положил салфетку на него намочил насыпал пищевой соды еще так намочил немножко пищевую соду чтоб мокрая было нагнулся приложил к спине взял бандажи у меня есть для спины его им закрепил как ни странно через минут 15-20 я почувствовал облегчение не знаю может быть это совпадение я еще раз говорю это всего лишь один раз я попробовал поэтому ничего утверждать не могу возможно это просто совпадение поэтому кто-то если попробуют еще я конечно же сейчас еще вот пробую у меня рука забинтованные у меня вот эти два сустава заболели уже где-то третий четвертый день болят я сегодня с утра сделал все никогда опять же время не хватило всего лишь полчаса сейчас я вот время засек я хочу поддержать ну хотя бы часа три а может быть и 4 как получится посмотрим завтра попробую сделать хотя бы один раз в день завтра у нас четверг я хотел в одно место еще съездить но посмотрим в общем когда то я ролик рассказывал один пока есть у меня там роли где-то это я на колено делал мед соль и я добавил больше туда пищевой соды в общем такая масса получилось и я колено тонким слоем мазал затем ложил есть такие бинты которые ну наподобие марли вырезал кусок на колено потом вот этой кухонной пленкой заворачивал это же на часик там не помню уже сколько я держал тогда у меня колено тоже прошло сейчас я решил это немножко упростить и в общем просто пищевой соды делать посмотреть какой результат будет тут у меня кружечка тоже такая есть с пищевой содой просто налил туда насыпал много довольно где-то 50 грамм пищевой соды и немного горячей воды хорошо размешал это я так пробовал разные варианты конечно есть они в интернете это дезодоранты но таким простым даже способом пота у меня в общем-то подмышками весь день с утра я намазал и до вечера еду спать запах не появляется по спине я не знаю пробуйте общем то если кому-то поможет напишите тем самым вы поможете мне значит это есть какой-то результат и соответственно поможете кому-то другому я говорю я не могу вот по спине утверждать но у меня по крайней мере течение двух дней это я получается четыре раза сделал но первое вот утром я когда начал делать вечером заболела но почему-то я поленился я не сделал сразу я только утром сделал но тем не менее через 15 минут меня боль отпустила течение двух через два дня у меня совсем боль ушла в общем-то практически там чуть-чуть едва-едва чувствуется но чем как нас отпускает мы конечно же начинаем забывать уже все хорошо и нафиг надо короче и вот это вот смесь вроде такая простейшая до пищевая сода дешевая с водой вот ее разболтухал с утра подмышками и ноги еще я мажу ну чтобы обязательно чтоб пищевая сода немного попадала вот эти вот мельчайшие крупиночки тогда эффект конечно вообще прекрасный в общем-то и ноги у вас запах не выделяют неприятные подмышками вообще подмышками можно конечно туда еще капнуть эфирных масел запахами там есть такие у меня где-то есть я пробовал правда смысла в них не вижу ну как бы может быть есть смысл когда вы собираетесь прямо куда-то и чтоб от вас приятно пахло они где-то этот запах примерно полчаса держится не больше ну может быть чуть чуть больше не знаю я не засекал дом когда вам принюхивается может быть я полчаса чувствовал может час держался не знаю потом я уже не чувствовал этого запаха этих эфирных масел там приятные запахи разные есть для именно для парфюмерии в общем такие маленькие наблюдения но довольно полезны что самое прикольное не очень дешевые мы покупаем вот эту химию дезодоранты все прекрасно знают да еще один рецептик маленький такой тоже с пищевой соды это не на голове появилась такая ну что-то пятно как я не знаю похоже на псориаз но вроде бы и нет она иногда обостряется становится красная потом такой пленкой потом это шелушится довольно прическа у меня короткая конечно это видно особенно если солнышко светит вообще прекрасно видно в общем стал я тоже когда еду в душ голову помыл сначала шампунью хотя есть рецепт я знаю прекрасно не пишите мне знаете рецепты там есть лимонами так далее пищевая сода не для просто шампунью мою быстренько потом пару чайных ложечек полных говорится с горкой да как положено насыпал 40 градусов воды налил полную кружку размешал хорошо и вот когда я помыл голову шампунью сразу в душе и потом этой водой еще раз промыл голову хорошенько и и не смываю пока я все тело обмою проходит там минут десять примерно голова у меня вот в этом шампуне на получается с пищевой соды и потом слегка я уже когда закончил мы со слегка ополоснул ну как бы я не скажу что она ушла что-то я там чувствую еще но того что было нету что то есть какой-то минимум остался еще может быть уйдет конечно кто его знает поживем увидим на ноге у меня практически ушло пятно еще из наверное из-за того что сильно долго это было поэтому пятно еще не уходит кожа гладкая когда-то я тоже показывал тоже то мажу мазями то пищевые соды вот эти примочки делаю пробовал также на поврежденное место пищевую соду в общем ссадина коленом ударился и небольшая ссадина в общем-то где ссадина конечно пищевая сода разъедает это естественный процесс где-то у меня настояла час или полтора этот клейка пластырь а потом снял естественно вот это то что наросло все уже было такое очень мягенькая практически беленькая она снялась легко все но процесс заживления пошел лучше конечно но не столько насколько я хотел бы конечно надо было мне сразу еще после этого перекисью водорода обработать в общем воспалительный процесс не закончился есть покраснение ну вот сейчас я наверное как раз и сделаю на эту ссадину дополнительно с перекисью водорода пробуйте в принципе на кожу я как понял по крайней мере на мою кожу я не могу утверждать что на кожу всех на мою кожу пищевая сода если кожа целая как я уже сказал четыре часа вот на пальце на спине я держал где-то не помню сейчас но по два часа точно первый раз может быть поменьше а потом и по два и по три часа по моему ничего с кожей совершенно не происходит все в полном порядке так что пробуйте общем сами смотрите там не знаю получасик частики так далее смотрите сами может быть у кого-то и будут какие-то процессы с кожей происходить у меня ничего не произошло но по дезодоранту конечно тоже рецептов то много я насмотрелся не знаю какой лучше я просто пробую пробую разные хочу какой-то найти такой вариант чтобы он меня устраивал те которые там холодильнике ставятся с кокосовым маслом или по немецки он называется жир но честно говоря на жир он больше похоже это кокосовое масло принцип тот же самое изготовление там ничего сложного нету ну как-то мне не нравится то что его надо в холодильнике держать когда постоянно даты один дома вроде проблем нету но когда гости приедут и приходишь холодильник берешь идешь в туалет мажешь если один конечно зашел можно и на кухне намазать нет проблем но когда кто-то к тебе приехали еще будут смотреть на тебя что ты прибежал кухню схватил побежал в общем это немножко мне не нравится неудобно мне проще вот взять вот этой воды вот так вот пальцы туда намокнул хорошенько вместе с пищевой соды растер подмышками и все на день я забыл нет проблем у меня с этим делом никаких запахов совершенно эфирные масла следующий раз наверно добавлю можно сейчас добавить принципе нет проблем в общем да на колени это у кого колени часто я заметил что не всем помогает отколений перекись водорода вот хорошо бы попробовал кто-нибудь еще ну можно конечно с медом это комбинировать всем я думаю соль даже там и не нужно по крайней мере один раз мне так помогло я несколько дней по моему делал не быстро сразу скажу но я добавлял еще соль не знаю зачем я думаю там не нужно просто взять жидкий мед желательно конечно натуральный наверное здесь найти натуральный не всегда просто поэтому я взял магазины насыпал туда по максимуму сейчас у меня колени не болят футу-футу бедра тоже не болят поэтому тестировать на себе как-то не на чем в общем то вот вот сейчас заболели недавно но до сегодняшнего дня никак времени не хватало на этом пожалуй все пробуйте потом мысли какие-то результаты будут может быть это хорошо бы тем кому не помогает перекись водорода попробовать глядишь поможет это хорошо если поможет напишите значит вы поможете не только мне но и другим мне так как бы чё помогать то я и сам это все пробую но другим вы точно поможете на этом пожалуй все всем удачи и счастья здоровья пока